Магия Это могут делать не все Все даоцкие институты Разделяются на три вещи Есть такое популярное дао Популярное дао Это практически для человека Который не читает, не пишет ничего Приходит в храм, смотрит как-то что-то Он что-то слышал о Лао Цзу Он молится богам и все Потом идет классическое дао Классическое дао Это классический даоцкий канон Когда передается Или даже от учителя К ученику передается Но передается классически по книгам Скажем по учениям Даже не по книгам, а по учениям Потом идет эзотерическое дао Вот это основное дао Которое передается секретное учение От учителя к ученику То есть это такой штучный товар И не каждый этим может владеть И не должен владеть А вы владеете В какой-то степени Могли бы вы провести такой легкий практический курс По даоцкой магии Сейчас по Ну вот скажем Людей всегда волнуют Проблемы Личной жизни Одиночества или неодиночества Проблемы денег Какого-то благополучия Как эти вопросы решает Даоцкая магия Вот здесь понимаете Всегда Даоцкая магия Это такой мостик Один, так сказать Стамент этого мостика Это все равно философия дао То есть у человека Не должно быть каши в голове Если у него каша в голове Он не может близко подойти к магии Он даже не в состоянии выразить Будет мысль высшей энергии Поэтому сперва идет философия дао Приятие философии дао Приятие того, что человек стал индивидуумом Приятие того, что он принял Даоцкие принципы Даоцкие принципы Например, принципы Хорошо, сейчас коснемся один принцип Фу-вэй, например Недеяние Да Очень часто переведены неправильно принципы Переведены переводчиками Вот на самом деле Это, скажем по-английски Нон-интерференс То есть не недеяние А не вмешательство Короче, не лезть не в свое дело Очень тонкое замечание И как бы большая разница Огромная разница между Огромная просто То ли я сижу на стуле И ничего, все произойдет само по себе То ли делай как можно больше Делай как можно лучше Как опять Ладзу сказал Есть время, когда ты можешь лежать как камень А есть время, когда ты должен прыгнуть как тигр То есть понятие момента Вот с этой сперва начинается философия Дао Понять принципы Дао Когда человек понял их Он уже переходит к магии Дао Хорошо, что такое магия Дао Магия Дао Это магические диаграммы Которые учитель учит ученика Что такое диаграмма опять Поясним по человеческим нормальным русским языкам Это какая-то закодированная информация Которая приходит Это хватает ци У нас есть энергия У нас вот течет кровь у нас по венам И у нас есть ци Невидимая энергия Называют ее иногда электромагнитной энергией Но это энергия Биоэнергетика Биоэнергетика Мы берем ее из трех источников Это в первую очередь воздух Мы дышим Второе это пища И третье это сексуальная энергия Вот это три очага Которые идут по даоусской алхимии Вот с этими тремя очагами мы и работаем Но опять же человек должен быть готов Чтобы воспринять это все В первую очередь человек должен понять Что ответственность лежит на нем На самом Во вторых У него должна быть сила воли Отказаться от общепринятых ценностей Которые наоборот Как балласт тянут тебя вниз Вот И в третьих Человек уже должен быть готов Принять учение Ну вот насколько Досизм Отвергает материальное Или он приветствует его Не отвергает Не отвергает Тогда как быть с деньгами Деньги это хорошая штука Да Деньги надо Деньги надо Надо хранить Их надо делать Их надо тратить Что очень важно Что притягивает деньги К одному человеку И отталкивает их от другого Деньги Мистические причины Притягивают деньги Мистические причины Что это за причины Ну значит человек может быть Туп как деревяшка А денег будет много Да конечно Значит что он как-то делает Знаешь он делает Где-то каким-то образом Он шел какой-то этот канал С высшей энергией Который притягивает деньги Но зато оттягивает Например все остальное Ну да Как например Есть такой так сказать Дух Бог такой в досизме Пакуа Которого боятся все Все-все-все Китайцы Он там Ему построят обычно Обычно свой Маленький храмик И так далее Короче в левой руке У него кусок золота С такими стрелками То есть они должны расходиться В правый аллегорический меч Этот пакуа дает людям Деньги каким-то Но если они неправильно Так сказать Эти деньги Разбрасывают Если они не ротейт Не крутят эти деньги Этот аллегорический меч Он дает им одиночество Болезни И быструю смерть Поэтому так сказать Понимаете Здесь очень баланс Между так сказать Но деньги это хорошая вещь Если они у вас есть Если вы знаете Что с ними делать Если вы их тратите Самое главное То есть вы не жадничаете С энергией Не сидите на ней Если ее разбрасываете Ну деньги конечно Нам нужны деньги Хорошо Тогда ну скажем так Реальные советы людям Для того чтобы Деньги водились Что бы вы да Советы да Ну да Сизм есть такой например Бог денег по простому Вот такой Если найти фигурку этого Бога Если прийти например К даосскому мастеру Который так называемый Раскроет глаза То есть вдохнет Дух Бога Вот эту фигурку Тогда Перед этой фигуркой Ставится такой Такой маленький Маленький Инсенсбернер То есть там Курительные свечки Вы просите Бога Дать вам денег И Бог Но Бог даст вам столько денег Сколько вы должны иметь Вы понимаете Так сказать Деньги тоже Это не значит Что вам дадут Три мешка Вы придете домой И вот на вас свалятся Опять же Это будет реальная Какая-то сумма Лично для этого человека Да вот у нас в Штатах Кстати буквально В прошлом году Сделали такое исследование Людей которые выиграли Там 150 миллионов долларов В лотереи И выяснили Что 97 процентов Этих людей Кончили Или в тюрьме Или разбросали деньги Или в психушке То есть это испытание Очень большое И серьезное испытание Или доказание Или доказание Доказание Деньгами Нужно знать Иметь их хорошо Абсолютно Стараться их приобрести Хорошее дело Надо знать Что с ними делать Как с любой энергией Да Я кажется Поняла То есть если Вы одиноки И если Вам в этом одиночестве В общем-то Неплохо То возможно В этом ваше счастье Конечно И не надо больше Ничего искать И если вы Недостаточно богаты Но опять же Чувствуете себя Спокойно и уверенно То То есть это тоже В общем-то Ваше счастье И может быть Не стоит гнаться За какими-то Большими деньгами Вы понимаете Опять Мы устроены так Так сказать Недаоские люди Которые Вот в основном Что всегда смотрят На кого-то А всегда у кого-то Больше денег Человеческая зависть Сравнение Даже это не зависть Это знаете Это что-то Желание быть Как вот тот Но мы не знаем Всех глубинных принципов Как человек тот Мы не знаем Счастлив этот человек Или нет внутренне Потому что он имеет Мешки с деньгами И ничего не значит Поэтому очень хорошо Посмотреть вниз Например Вот не знаю У меня 100 рублей А вот тот человек Имеет 3 миллиона А кто-то имеет 50 рублей И надо свой бюджет Как-то строить С этими деньгами И потихоньку Пытаться его раскрыть Но нельзя Быть несчастной Всю жизнь И ждать Когда наконец Ты доберешься До этого миллиона рублей Замечательная магия В основном Философская В общем-то В общем-то Это действительно философия Это философия Это философия и правила Если у вас есть деньги Но нет философии Покоя все равно не будет Все происходит Вокруг нас Но никто не знает Каким образом Все является перед нами Но никто не видит Источника Все вместе И каждый в отдельности Люди ценят Ту часть знания Которая уже известна Они не умеют Пользоваться неизвестным Чтобы с его помощью Достичь знания Разве это не заблуждение? Существуют ли Некие этические принципы В даосской магии Когда человек Даосец Он может сделать многое Благодаря своим знаниям И как здесь Работает ли здесь этика Не навреди Есть ли такое понятие В даосизме? Или его в принципе нет? Наше общество Вообще Как говорят наши штаты Это Judea Christian Society То есть еврейская Христианская Библия То же самое Построено На определенных принципах В даосизме Принципы совсем другие Там принципы С маленькой группы людей Семьи Это не обязательно семья Это просто маленькая группа людей Которые заботятся друг о друге То есть это не массовое вероучение? Нет, ни в коем случае Это философия индивидуумов Вот и все И эта маленькая группа любви Себя поддерживает и содержит Потому что мы уже знаем Когда группа растет Тут уже все равно разбивается На мелкие группы Порядка нет Нет, они разбиваются на мелкие группы Они поддерживают И конечно самое главное Так сказать в идее Это личный интерес У нас у всех есть личный интерес Не имеет значения Как мы любим Кого-то другого человека Третьего Поэтому этических норм Как таковых Общепринятых их нет